Помните же этот звук? Да, это PlayStation 2, и сколько же она мне подарила эмоций, вы не представляете. В свое время, когда она у меня появилась, я был, конечно, рад ей, но ценность этой консоли я понял лишь со временем и осознанием того, что, несмотря на свою популярность, она была в то время далеко не у всех, и многие ее капец как желали на то время, когда она у меня просто была в доме. В этот раз я решил немного поностальгировать и в 24-м году включить свою старушку-фатку PlayStation 2, о которой я вам сегодня и расскажу. Перед началом видеоролика ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои истории о этой консоли, если вдруг она у вас была, и давайте начнем. В то время, когда я познакомился с этой консолью, я был крайне мал, чтобы следить за игровой индустрией и знать все новинки, и то, какие консоли в тренде. По большему счету, у нас такие вещи появлялись дома чисто из отца, который любил поиграть, и за счет слухов, рассказов от знакомых о том, что вышла какая-то игра, приставка, он об этом все и узнавал. На момент покупки PlayStation 2 у нас в доме уже был Dreamcast, актуальность которого подходила к концу, и которую мы благополучно фиг знает с какой это плата обменяли на консоль от японцев. Я, кстати, отчетливо помню этот момент. После того, как мы получили приставку, мы спустились на нижний этаж, где было много дисков от PlayStation 2, и мне бать сказал выбрать одну игру, абсолютно любую, и я выбрал Bionicle. Поскольку единственные из всего того, что я знал, были именно они, я в тот момент их еще коллекционировал, следил, да, и кто знает такое, с вас каждого лайкусик. На самом деле, раньше не было столь доступной информации, удобных сервисов, поэтому каждый выживал как мог и находил консоли иногда даже по объявлениям в газете. Но зато сейчас, если вдруг нужна какая-либо электроника или игровые консоли, вы без проблем можете заказать все в Технодеусе. У них есть все игровые консоли, и Xbox Series, и PlayStation 5, появится в скором времени PlayStation 5 Pro, также у них есть и портативки, которые набирают популярность, а именно Steam Deck, Rock Alive, Lenovo Go, есть даже для ретро-игр портативки и Nintendo Switch. Все по отличным ценам, и по моему промокоду JUMBO MAX, игровые консоли для вас станут еще дешевле, поэтому не забывайте использовать. Вообще ассортимент у них очень большой, есть и айфоны, смартфоны, ноутбуки, смарт-часы, экшн-камеры и прочая электроника. На все предоставляют годовую гарантию, делают доставку по всей России, а еще и имеют шуру в Москве. Поэтому, если вдруг что-то хотел себе или близким из электроники, то переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеусе. Вы, возможно, спросите, а вот что вы тогда не купили Xbox Original? Я недаром упомянул, что не было столь обширной информации о том, что происходит в игровой индустрии, и у нас на Дальнем Востоке, я же просто в Хабаровске тогда жил, Xbox был на уровне что-то, а что это вообще такое? Поскольку, вспоминая те времена, на него диски было найти капец как непросто. Зато игры PlayStation 2 были на каждом шагу. Понятное дело, что не лицухи, что вы понимали о том, что есть какие-то лицензионные диски, я узнал лишь под конец поколения. Когда в магазине увидел игру свыше чем 500 рублей в какой-то там пленке, еще и заднулся, блин, фиг ли так дорого. Ибо лицуху, честно говоря, было тоже на Дальнем Востоке проблемной найти, наверное, так же, как и Xbox Original. Поэтому у меня было достаточно игр, я очень хотел бы ко многим прикоснуться снова, но проблема нынешнего времени состоит в том, что, во-первых, моя коллекция сейчас разбросана по домам бабушек, где и была плойка. Плюс, моя старушка слишком старая и отказывается воспроизводить многие игры и запускает их с десятого раза. Я, кстати, обращался по этому поводу к Xbox Flash'у с починкой, но проблема в том, что, поскольку у меня фатка, на нее сейчас тяжеловато найти запчасти. И, скорее всего, проблема в лазерной головке, от чего проще вообще купить новую консоль, ибо ее некоторые дают буквально за даром. Кстати, если вдруг что-то нужно починить, вы также можете обращаться к Олюхе и Xbox Flash, а если скажете о Джамбо Макс, он вам еще и скидочку сделает. Слимки, к сожалению, у меня никогда не было, но она была у моих друзей, и, по-моему, это самая тонкая игровая консоль, которую я когда-либо видел. Вообще, у меня эта консоль отказывалась и раньше воспроизводить такие игры, но каким-то чудом она оживала. Про это я аж 6 лет назад записывал видос, поэтому можете глянуть. Вот это самый бесячий PlayStation и на те времена, и на эти, тогда, когда вот у тебя блойка сдает сбой, или ты там покупаешь какой-то, может быть, некачественный диск, вот, идет вот такая вот песня. Вот, ты вставляешь, надежда на то, чтобы поиграть, а в итоге у тебя это не робит. Да, бывает, бывает. И вот этот звук красненький, вот, это, наверное, самый бесячий звук всего детства, который у меня было. Я настолько просто много включал, что уже по звуку ориентируешься, именно по таймингу, когда она запустится, а когда не запустится. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, офигеть. Блин, это, это ништяк. В общем, несмотря на это, я все-таки сумел прикоснуться к некоторым старым проектам, и хочу сказать, что да, разрешения, текстуры, управления, в целом игры того времени не идут ни в какое сравнение с нынешними, в техническом плане, ибо все-таки колоссальная разница. Но вот та теплота, какое-то, знаете, волшебное чувство, от них все-таки имеется. Вот эту игру я помню, батя мне с Москвы привез, я тогда вообще офигел. Думал, нифига себе, это игра про Человека-паука. Вот время-то было. Чем-то они все-таки завлекают, удерживают, хотя даже механики повторяются из уровень в уровень, но при этом они не наскучивают. Я не знаю, как так происходит, но, возможно, часть это из-за какой-то нотки ностальгии. Если вспомнить игры, которые прям запомнились, то это GTA San Andreas, конечно же. Помню, как ко мне приходили друзья, офигевали от того, что она у меня есть, вот эта вот новая часть GTA-шки. Хотя, опять же, я недопонимал, насколько это круто, потому что у меня это просто было. Был Человек-паук 2, который капец как отличался от ПК-версии, который как раз-таки установил некую базу игр по Человеку-пауку. Конечно же, запомнился Спайдер-мен Ультимейт. Правда, я не до конца его прошел из-за лаган на миссии в Веноме, но все-таки. Запомнилась серия Dead to Ride, которая была у меня вообще дополнительно с фильмом Крепкий орешек, да, были такие двухсторонние диски. У меня еще был один диск с Блэйдом. Там была вторая часть Блэйда, тоже было неплохо. И фильм посмотрел, и поиграл, вообще сказка. Матрицу, классику, конечно же, Симпсонов, бей и беги. Игру про Ван Хилсинга, Mortal Kombat Shorling Mons. До сих пор жду, когда нам сделают либо ремейк, либо пересдание этой игры. Слишком она мне как-то запала в душу. Вспоминается игра про черепашек Ниндзя серии Battle Nexus. Одна из лучших игр про черепах. Игра про 50 Cent. Еще, кстати, одна из игр, которая мне запомнилась, это вот такой файтинг от Электроников. Тут был и Человек-паук, и Железный Человек. Вот, я тоже долго рубился в нее, прошел всю историю. То, что больно, было прикольно. Но единственный, не знаю, какой-то странный момент в этой игре, в том, что этот диск иногда бывало просто капец, как долго грузился. То есть, например, игра запустилась. Если игра запустилась, значит, она на 100% должна загрузиться. И буквально загрузки по 5 минут были. Я фиг знаю, чем на это связано, но игрушка прикольная. Еще здесь был очень угарный перевод. Ну, вот, например, чекайте. Сушность. Волверин. Мгновение. Электро. Джонни Ом. Ну, Человек-паук это нормаль. Авантюрист. Сторм. Зона сброса. Кто у нас тут еще? Нильса Ван Роккел. Парагон. Хазмат. Магнетто. Бригада. Ж. Человек. Факел Человека. Солара. Яда. Но, в любом случае, это лучше, чем английский язык. Поэтому как-то так играли. Вот, вот именно на этом моменте игра может грузиться реально в течение минут 5. Я не знаю, с чем это связано. Вот, но это всегда так абсолютно было. Поэтому я... Я подожду 5 минуточек. Еще всегда вспоминаю игры со сложными миссиями. А именно, игру про Тарзана. Долго я не мог проходить. А последняя миссия с быстрыми нажатиями и квик-тайм моментами. Это вообще проверка на скорость и на стрессоустойчивость. Ровно так же, как и миссия с дамбой в игре Супермен. Но самая сложная игра моего детства времен PlayStation 2. Это, пожалуй, люди в черном. Я не знаю, как проходит эту игру. Но там не было ни сохранений. И, ну, вообще, капец, жесть бывает. А еще, когда тестировал PlayStation 2, заметил, что в ней есть кое-какая проблема, которая влияет на яркость картинки. То есть некоторые игры, особенно Банхелсин, которые я запускал, там не видно было вообще. Мне приходилось на экране, так скажем, настраивать контрастность, яркость, чтобы там видно было хоть как-то. Ну, в целом, на геймплее вы можете заметить. Тоже не знаю, с чем проблема. Но мне кажется, все равно лучше купить новую PlayStation 2, потому что так выйдет дешевле. Что такое понятие эксклюзив, я вообще не знал. Я, опять же, из-за того, что об этом никто и никогда не говорил. Поэтому я пропустил Бога Войны. За счет этого пропустил игры и легенда по типу Metal Gear'а, Silent Hill'а. Ибо в моем кругу не было тех, кто бы мог бы об этих играх рассказать. И как-то сподвигнуть покупки. Да и найти, мне кажется, их было не так легко. И все покупалось чисто по обложке и то, что было. И может быть такое, что эти игры мне просто даже на глаз никогда и не попадались. Либо они были крайне незаметны. Играя на ней сейчас, я понимаю, насколько были раньше неотзывчивые кнопки. И особенно стики. Кстати, вообще у меня с геймпадами была жесть. Они очень часто ломались, потому что они были неоригинальные. Но если вкратце, вот что от них у меня осталось. Поэтому я даже не так давно заказывал новые геймпады с Али. Огромная мертвая зона у стиков. Огромный ход кнопок. Не совсем удобная форма. Но раньше я этого вообще не замечал. И в целом, понятное дело, ибо лучше я и не видел. Я еще помню, что у меня в коллекции был какой-то геймпад Спайдермена. Но что-то он слишком быстро сломался. И лишь набравшись опыта и оказавшись со временем, где технологии шагнули далеко вперед, ты начинаешь чувствовать все эти нюансы. И по большему счету, за счет управления, да и уже старости некоторых игр, я считаю, что ремейки времен PlayStation 2, они намного предпочтительнее, чем игры времен Xbox 360. Которые на нынешнее время в оригинале и так неплохо смотрятся. Но среди старых удобств было, конечно, офигенно одно. Но вставил диск и сразу играешь. Поскольку сейчас купить диск, будь добр ждать обновления, пока это все скачается, установится. Кстати, именно поэтому мне иногда ПК не нравился. А на плойке играешь сразу, и даже можно было играть, вынув диск. Правда, это работало в некоторых играх до первой загрузки, но все же. Кстати, я вспомнил одну примечательную деталь, что вместо встроенного жесткого диска, надо было покупать вот такие вот карты памяти для сохранений. И поскольку игр у меня было много, играл я не один на консоли, иногда приходилось что-то удалять. А после проходить заново, если вдруг ты захотел поиграть еще раз. Кстати, еще были забавные ячейки сохранений, которые были сделаны специально под игры. Я их иногда просто по приколу рассматривал, и перед тем, как включить ту или иную игру, думал, какая же иконка будет. Как ни крутите, но все-таки актуальность PS2 закончилась очень давно, больше 15 лет назад. И несмотря на морально устаревшие геймпады и игры, от нее все еще въедет какой-то теплотой. И с желанием зарубиться с кем-нибудь в мартуху, пройти в коопию Шолин Монкс. Конечно, нынешнее поколение вряд ли поймет все эти чувства, о которых я рассказываю, но надеюсь, что среди зрителей такие имеются, и понимают, о чем я говорю. Конечно, было бы круто, если бы у меня плойка еще раз каким-то удивительным способом ожила, тогда бы я с удовольствием перепрошел бы парочку проектов. Ну а пока я могу лишь поиграть в некоторые игры. На этом у меня все, если понравился видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои истории о PlayStation 2, если она была, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok